Зрение Валерий потерял, исполняя интернациональный долг в одной из африканских стран. В годы службы имел прямое отношение к обслуживанию сложного военного оборудования. Эти знания сегодня ему очень пригождаются. Он внимательно следит за последними техническими новинками, которые облегчают жизнь слепым и слабовидящим. И учит обращаться с ними своих незрячих товарищей. Мне бы очень хотелось сказать тем людям, которые сомневаются в необходимости данных усилий и так далее, просто попробовать завязать себе глаза и почистить завязанными глазами картошку и походить по квартире. Попробовать и посмотреть, что это такое – жить в мире без зрения. В прошлом году на соискание премии Валерий выдвинул проект по обучению незрячих работе со смартфонами, оснащенными модулем GPS-навигации. Раз пройдя по дороге, скажем, до Булочной, слепой может занести маршрут в память устройства и с этого момента легко находить необходимое место. Удивительно, что такая нужная идея получила диплом лишь третьей степени. В этом году незрячий одинцовец делает еще более интересную заявку. Современная электроника и современные технические средства позволяют незрячему человеку кое-как, хотя бы немножечко заменить свои глаза глазами электронными. В этом пути продвинулась компания ОРСИВИ. Значит, она выпустила навигатор ОРНАВИ, вот 2С, который вот лежит, и к которому подключается ОРСИВИ. Система, вот видите, тут электронные глазки. Электронное зрение поможет слепому определить расположение и расстояние до препятствий, найти дверной проем, определить ступени. Среди дополнительных возможностей электронных глаз распознавание купюр, чтение текстов, сканирование штрих-кодов. Стоп. Стоп. Стоп в дверь. Прибор непростой в обращении, поэтому обучает людей его использованию Валерий по одному. Та разработка, которая оказалась у нас в руках, она очень подсказывает. Находясь в военном городке Кубинка-10, где не был 20 лет, получил информацию, где находится КПП, где находятся памятники. То есть передвигаться, не помня, где находятся даже дома, учреждения, очень великолепно. Конечно, главная цель Валерия Проняшина – не получение премий. Основную свою задачу он видит в том, чтобы еще раз обратить внимание на недостаточное участие общества в решении проблем инвалидов по зрению. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова». Сейчас.